Практически центральная история нашей недельной главы это разведчики, грех разведчиков, которые наговорили на землю Израиля лишнего, скажем так прямо. И дело в том, что проблема-то это наша, а не их. Мы до сегодняшнего дня, 9 ава, и все много проблем связанных с наших, все связаны именно с этим грехом, поэтому в нем неплохо бы покопаться. Но суть его, она очень простая, можно ее сразу назвать перед всем сразу. Знаете, у Бога есть план, и в этом плане есть центральная точка, это земля Израиля, дальше уже Иерусалим и храм. И вот это то самое главное, для чего он создавал этот мир. Кроме того, он считал, что евреи должны жить в его стране, в земле Израиля. Вот его план. Все остальное уже начинаются споры с планами Бога. Вообще, мудрецы говорят, что есть 6 постоянных заповедей, на которые не говорятся благословения. Это какие-то заповеди некого ощущения Всевышнего в мире. Первое, знать, что есть Творец. Второе, не верить в других богов. Знать, что Бог един, любить Бога, бояться Бога и не следовать за повелениями сердца и глаз. Вот то, что говорили мудрецы. Но некоторые рекомендаторы считают, что заповедь заселения земли Израиля в какой-то степени тоже относится к разряду постоянных, на которые не произносится благословение. Дело в том, что где бы человек ни родился, где бы ни жил, если ты родился в еврейском народе, и тебе условия позволяются, когда мудрецы, и ты обязан был поселиться в земле Израиля. Я сразу сделаю сноску для облегчения всего остального. Написано, тот, кто живет в других странах и создает вокруг себя атмосферу духовного Израиля. Он тоже проживает как бы в Израиле. Но если вы такое знаете, я, например, там, не знаю, ну вот в Москве проживает Исаак Абрамович Коган, знаменитый раввин, мой раввин там. Ну, конечно, у него там Израиль, но будете ли все остальные этому соответствовать, я не знаю. И, вы знаете, многие люди говорят, мне Израиль нравится, не нравится. Здесь все очень просто. Есть старая-старая притча, которая все объясняет. Один жениться хотел, знаете, хотел жениться, сватался там. И вот приходил в такой замок был, как бы, красивый. И в этом замке жила самая лучшая невеста. Там была комната, в которой были книги, потом яблоки, фрукты знаменитые, бриллианты и так далее. И вот заводили очередного какого-то претендента. Она в щелочку смотрела. Если он брал книгу, там, хватал сразу невиданную рукопись и так далее. Все, она видела, что это достойный человек. Она выходила к нему в красоте такой. А если он хватал или, там, не дай бог, бриллиант куда-нибудь в карман, соответственно. Очень многие люди, которые говорят, мне не нравится Израиль, чтобы он знали, так не бывает. Это значит, что ты не нравишься Израилю. Нет, если тебе не нравится по любой причине, материальной, духовной, море, медузы, дорого. Если тебе не нравится Израиль, они тебя не приняли. И раби Симха, когда к нему пришел Равина, сказал, знаешь, я был в Иерусалиме, мне очень тяжело, мне так не понравилось. Он говорит, мне так жаль тебя. Он говорит, меня? Он говорит, да, конечно, тебя жаль. Значит, ты не понравился Иерусалиму. Если бы ты ему понравился, он бы понравился тебе. Был еще случай, в городе Воложин приехал посыльно из Израиля. И Гуда Берлин принял его, знаменитый Равина, очень хорошо, там, начал с ним разговаривать. И он расспрашивает, вздыхал, начал говорить плохо, там, жители, такие молитвы, далекие от Торы. И Равин прервал, говорит, я не хочу слушать вообще ничего. Я не слушать плохого, про святую землю. Тот говорит, так я сказал правду. Он говорит, ты ведешь себя, как те разведчики. Они тоже говорили правду. Иначе, если бы они не говорили неправду, их бы Тора назвала обманщиками. Она назвала их разведчиками. Несмотря на их вот эту правду, до сих пор мы с вами должны понимать, что мы ее, как бы, еле выживаем. Мы должны научиться говорить о земле Израиля только положительно. А имеющие недостатки, надо понимать, что это надо исправлять и все. Есть еще, знаете, даже такие люди. Вот был Яков Шемшон из Шепетовки, он возвращался из земли Израиля. И когда оставался два дня до дома, он увидел, что он похудел с дороги, осунулся. Он подумал, люди подумают, плохое. Он на три дня остался в гостинице, все время ел и пил, чтобы вернулся домой в хорошем виде, чтобы люди не подумали, что это плохое. Но вот это коротко. Поэтому люди поколения Исхода не смогли извлечь для себя необходимые уроки из тех божественных чудес, которые видели они все. Они остались в вот этой рабской ментальности, что да, все это вот, но вот если нападет вот это, или если вот это. То есть руки Бога коротки, как говорится. Поэтому разведчики и их сторонники утратили право и привилегию войти в землю Израиля. Потому что в повседневной жизни надо сохранять верность вот этому вот одному откровению. И нам надо сделать правильные выводы из всего, что происходило. Нам надо как бы посмотреть свою жизнь, жизнь страны, где мы живем, где бы вы ни жили. Правильные выводы. Мы были свидетелями чудес в твоей же жизни бесконечное количество раз. И вот в таком случае у нас получится делать мир жилищем для Бога. И удостоимся мы в любом случае возвращения в землю, строительства храма и так далее. Потому что Бог так хочет. Он нас к этому подталкивает. Поэтому ничего плохого нельзя говорить. Брахава от слаха.